Привет, друзья! Меня зовут Антон. Сегодня мы с вами познакомимся с четырьмя английскими фразами, которые лучше не переводить на русский дословно и которые имеют хорошо знакомые нам аналоги в нашем родном языке. Все эти четыре поговорки объединяют то, что речь в них так или иначе идёт о кошках. Первая сегодняшняя пословица – это Curiosity killed the cat. Дословно она переводится как «любопытство убило кошку». Доподлинная история происхождения этой фразы неизвестна, но очевидно, что она просто основана на том, какие кошки любопытные существа и как они любят всё исследовать и залезать в места, которые могут быть для них совсем небезопасны. Вы наверняка уже догадались, какой есть русский эквивалент этой поговорки. Это также нелишённая элемента насилия высказывание «Любопытный Варваре на базаре нос оторвали». Идём дальше. Look what the cat dragged in. Дословно эта фраза переводится как «посмотрите, что притащила кошка». Очень часто кошки действительно приносят в дом разные сомнительные объекты вроде мёртвых мышей, например. Примерно с таким же оттенком пренебрежения в русском языке мы говорим «явился, не запылился». Следующая поговорка звучит вот так. Дословно это переводится как «кота вынули из мешка». Вообще происходит это от того, что в прежние времена на английских рынках бывало обманывали покупателей и в мешок вместо поросёнка клали кота. Помните о фразе «кот в мешке»? Так вот, когда этого кота оттуда доставали, «секрет раскрывался». Точного аналога среди русских поговорок я не припомню, но в целом «the cat is out of the bag» означает «раскрывать секрет» или «выдавать тайну». И напоследок самая странная и психоделичная фраза, в которой задействованы ещё и собаки. «It's raining cats and dogs». Дословно это можно перевести как «идёт дождь из кошек и собак». Но по сути это означает «сильный дождь». В русском есть эквивалент «льёт как из ведра». Но давайте же разберёмся, при чём тут братья наши меньшие. Легенд о происхождении этой фразы много, но наиболее реалистичное повествует о том, что в средневековой Англии в ливень и без того грязные улицы наполнялись водой из переполненных сточных канав. Как раз из этих канав вымывало тела мёртвых кошек и собак. Так что с неба они, конечно, не падали, но при сильных дождях могли появляться на улицах другим образом. Итак, сегодня мы с вами узнали о происхождении и русских аналогах четырёх английских фраз, в которых главную роль играют кошки. Берегите своих питомцев, если они у вас есть. С вами был Антон. Скоро увидимся. Bye!